В Новочебоксарском художественном музее работает персональная выставка Александра Герасимова, посвященная 70-летнему юбилею автора. Большую часть жизни он отдал искусству дизайна, создавая гармоничную городскую и промышленную среду, памятники, интерьеры и малые архитектурные формы. Настало время показать и то, что художник делает для души – графические и живописные работы. Так, получилось, что с работами этого художника и дизайнера знаком почти каждый житель республики. Но чаще даже не догадывается, что авторство скульптуры «Древо жизни» на кольце на Московском проспекте принадлежит Александру Герасимову. Дизайн – это хлеб, картины – воздух. Прожить сложно без того и другого. На выставке в музее можно увидеть, что вдохновляет художника – живая музыка, живое общение и живопись. По-любому все вдохновляет. И природа. На природу выйти, на пленэр выйти – одно удовольствие рисовать. Ну, извините, и девушку писать тоже приятно всегда. Женская красота, гимн материнства и дань прекрасной юности нашли отражение в работах «Рождение Венеры», «Дома на каникулах», «Земное счастье». Яркий солнечный свет с картин буквально заливает выставочный зал. Натюрморты – пейзажи, в которых реализм дружит с символизмом. Вызывает большой интерес у наших горожан. Я считаю, что это очень полезно именно для культурного развития нашего общества. Некоторые картины заставляют остановиться и задуматься. «Лицедейство» – одна из первых работ художника. Скорее не отвечает на вопросы, а задает их, сколько масок мы носим и кого изображаем с другими людьми, кто свободен и кто стоит за нашими спинами, дергая за веревочки. Пофилософствовать, поразмышлять приглашают зрителей и недавние работы. Удивительная выставка. Картины, наполненные солнцем, теплом и символами. Вот эта вот картина, она символична, что мы, наверное, живем в век перемен. И эта картина как раз показывает борьбу, стремление двигаться вперед. Так, что не всегда некоторые успевают за временем. Но, тем не менее, художник сумел передать образы, смог передать символы времени. Юбилейная выставка художника станет хорошим подарком для всех ценителей высокого искусства Новочебоксарска и гостей города. Анна Филипова, Святослав Петров, Вести, Чувашия.